Давайте посмотрим, как работает веб-браузер, встроенный в этот телефон. Ну, надо сказать, что можно поставить любой браузер абсолютно, в том числе и Opera, так как у нас работает все это подсистемой Symbian, это означает, можно устанавливать любые другие приложения. Ну, мы посмотрим, как работает тот браузер, который есть у нас в телефоне. Посмотрим, как он работает и какова его скорость. Итак, для этого нам необходимо ввести страничку. Вот зря я выбрал рукописный ввод, теперь придется вот такую клавиатуру вызывать. Итак, вводим, например, m4.form.ru. Вводим, жмем «Перейти». Мы выберем «Подключение по Wi-Fi». У меня домашний интернет, и можно выбрать по Wi-Fi. Теоретически можно было выбрать и остальные точки доступа. Вот, например, MTS, GPS, Beeline. То есть уже настройки были введены. Но это будет долго и не совсем показательно. Поэтому мы еще раз жмем на «Переход», «Перейти» и выбираем «Интернет». То есть это будет по Wi-Fi. Заодно можно протестировать. В ходе вчерашнего теста выяснилась такая небольшая бяка о том, что связь прервалась. И прервалась она два раза. Вот, не знаю, глюк это или не глюк, тем не менее. Воспользуемся нашим стилусом, который идет в комплекте. И можно просмотреть, как выглядит страничка. В принципе, нормально все переходит. Ничего сверхъестественного нет. Тем не менее, все быстро и удобно видно. Благо, позволяет разрешение экрана в 640 на 360 отображать практически всю страничку. Все видно очень хорошо. Можно увеличить, уменьшать. Таким вот образом мы уменьшаем до 100%. То есть просмотр, как на компьютере появляется. Естественно, плохо становится видно. Но зато мы видим, где находимся. Двойным кликом можно увеличивать. Ну, как я и сказал, ничего такого удивительного нет. Это стандартный браузер. Интернетный. Встроенный в операционную систему Symbian. По крайней мере, вот таким вот образом выглядит интернет на этом сутом телефоне. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...